шалом в одной из четырех программ о святом духе и иных языках я отставил харизматическую позицию о дарах духа то есть я верю в то что дары духа могут и должны действовать в нашей жизни и в жизни наших общин сегодня и что на протяжении двух тысячелетней истории христианство их действия никогда не прерывалась однако сегодня я хотел бы обсудить вопрос о том какое именно место дары духа должны занимать в нашей с вами жизни вопрос это я ставлю по той причине что среди харизматических верующих не встречается немало людей для которых дары и проявления духа святого это главный показатель веры пообщаешься с ними создается такое впечатление как будто мессия ишуа сказал потому знают все что вы мои ученики если будете иметь чудеса между собой то есть где нет чудес там нет учеников ишуа ну а если есть то ущербные второсортные ну баптисты там какие-нибудь конечно это гордыня причем не какая-нибудь а духовная то есть самое омерзительное и самое опасное чем она опасна притчи говорят что погибели предшествует гордость и падению надменность и в нагорной проповеди мессия ишуа предостерегает нас от очень болезненного падения которому может привести несбалансированное отношение к чудесам и знамениям я имею ввиду следующие его слова не всякий говорящий мне господи господи войдет в царство небесное но исполняющий волю отца моего небесного многие скажут мне в тот день господи господи не от твоего ли имени мы пророчествовали не твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие о ком и о чем он говорит здесь одни суда в которой будет объявлена судьба человека в вечности он говорит о людях которые будут неприятно удивлены потому что думали что уж у них то в отношениях с господом полный порядок а выяснится что они пребывали в обольщении еще здесь говорится что таких людей будет много кто же эти люди почему они не войдут в царство бога и почему им кажется что у них все в порядке хотя на самом деле это совсем не так во первых эти люди знают что ешуа господь и называют его господом они говорят господи господи обращаясь к нему значит они не какие-то язычники они не атеисты они верующие в него во вторых они не какие-нибудь там прихожане ухожане которые только греют скамейки кладут деньги в корзинку для пожертвований и вовремя говорят аминь если конечно не спят во время проповеди они духовно одаренные и активные верующие они служат харизмами которыми бог их наделил они пророчествуют что может также означать проповедует более широком смысле они сгоняют бесов и творят чудеса и не как нибудь делают они все это а именем еще а там где его имя там его сила то есть они действуют силой еще во всем этом и они действуют очень эффективно потому что творят не просто чудеса а как написано многие чудеса то есть сверхъестественные проявления и помазание святого духа это их стихия духовные люди одним словом если конечно понимать под духовностью дары духа а если духовность действительно в действии даров духа то есть чудесах изгнание бесов пророчествах проповедях богослужениях и вообще в бурной впечатляющей деятельности то конечно напрашивается вывод что этих ребят в отношениях с богом полный порядок во всяком случае сами они думают именно так пока не услышат страшные слова я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие это третья и основная характеристика этих людей еще называет их делающие беззаконие то есть сознательно и систематически нарушающие закон стоп какой закон конституцию российской федерации или соединенных штатов америки при всем уважении к конституциям наших стран государственным законам еще под словом закон понимал только один закон закон муж и моисея тору то есть эти люди не соблюдают заповеди божьи они нарушают их легко свободно и систематически и вот это то и лишит их право на древо жизни но что отсюда следует отсюда следует что для еще этика важнее харизмы правильный образ жизни важнее чудес и знамений характер человека и плод духа который можно увидеть в его жизни важнее даров духа действующих через него этот вывод особенно ясен из контекста входите в узкие ворота так как ворота ведущие в погибель широки и пространна дорога и многие идут ею к жизни же ведут узкие ворота и трудная дорога и лишь немногие находят ее остерегайтесь ложных пророков они приходят к вам в одежде овец но под нею прячутся голодные волки вы узнаете их по плодам разве можно собирать виноград с колючек или инжир с репейника подобно этому всякое здоровое дерево производит хороший плод а плохое дерево производит плохой плод здоровое дерево не может приносить плохой плод и плохое или плохое хороший всякое дерево не приносящие хороших плодов плодов вырубается и сжигается огнем и так вы узнаете их по плодам но что такое плоды по каким признакам мы Мы можем отличить волка в овечьей шкуре от настоящей овцы. Следующие стихи с 21 по 23, которые мы уже прочитали, говорят о том, что чудеса, пророчества и изгнание бесов этими плодами не являются. Но почему? Ведь некоторые харизматические верующие, не только они, склонны принимать именно эти вещи за плод, безошибочно указывающий на человека Божьего. Если же это не так, то что указывает на духовную суть человека? Мы с вами прекрасно знаем, что сам Ишуа сказал об этом. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. О том же пишет Шауль. В первых стихах 13 главы 1 послания Коринфской общины он говорит, что дары духа совершенно бесполезны, без сопутствующей им любви. В послании Ефесской общине он призывает верующих помнить о том, что они дети света, они дети тьмы, и вести себя соответствующим образом. Для этого он поясняет, что представляет собой плод света. Плод света во всякой доброте, справедливости и истине. Наконец, в послании к общинам Галатии он дает еще более развернутое описание того же самого понятия. Плод же духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, смирение, самоконтроль. Ничто в Торе, добавляет Шауль, не противоречит этому. Последняя вот эта фраза его возвращает нас к словам Ешуа. Отойдите от меня делающие беззаконие, то есть нарушающие Тору, живущие так, будто ее нет. Итак, ученик Ешуа познается по плоду духа, то есть по характеру, в котором можно узнать черты характера самого Ешуа. Если же вместо всех перечисленных свойств мы видим нечестность и несправедливость, жесткость, жестокость, грубость, резкость, нетерпеливость, непостоянство, предательство, высокомерие, ложь и разнузданность и тому подобное, это должно как минимум насторожить нас. Мы должны иметь достаточно здравого духовного смысла, чтобы не путать дары духа с его плодами. И в обычной жизни мы умеем отличать дары от плодов. Представьте себе новогоднюю елку. Плоды — это шишки, они растут на ней. А то, что блестит, — это елочные игрушки. И в отличие от шишек, игрушки не растут на елке, их вешают. Другое отличие еще в том, что шишки с виду невзрачные и на ощупь немного шершавые. А игрушки гладкие, яркие, сверкают и переливаются. Однако игрушки можно повесить хоть на тополь, а вот шишки на тополе не растут. Таким образом, Ешуа предупреждает нас о том, что характер человека намного важнее харизмы. И вывод этот очень важен. Потому что указывает нам на приоритеты самого Бога. В этой связи мне вспоминается русская поговорка. Не в силе Бога, а в правде. Что она значит? Неужели я призываю верить в бессильного Бога? Конечно, нет. Конечно же, наш Бог, Создатель Вселенной, очень и очень силен. Нет смысла это обсуждать. Но в Священном Писании нигде не сказано, что Бог есть сила. Сказано, что сила у Бога. Но сам Бог не есть сила. Сам Бог есть свет, истина, любовь. И если мы верим в Него по-настоящему, а не по-язычески, то Он Сам и Его истина, любовь, праведность и святость будут для нас намного важнее Его силы. Но что значит верить в Бога по-язычески? Я употребил такое выражение. Я поясню, что имею в виду на примере одного бывшего колдуна по имени Шимон, которое написано в 8 главе Деяния апостолов. Он жил в Шамроне, в Самарии, и изумлял жителей города своим колдовством долгое время. И этим заслужил определенную репутацию. Он сила Божья, та, что зовется Великой, говорили они. Далее в Шамрон приходит благовестник Филипп, который проповедует о Ешуа и творит чудеса. Колдун Шимон уверовал в Ешуа и даже принял твилу в воде, то есть крестился. То есть вроде бы стал учеником Ешуа. Он также подружился с Филиппом и сам удивлялся чудесам, которые Бог творил через своего слугу. Затем Шамрон приходит из Иерусалима, апостолы Кефа и Иоханан. И Шимон увидел, что по их молитве на верующих сходит Святой Дух. Дальше происходит нечто очень интересное. Увидев, что через возложение рук апостолов дается Дух, Шимон принес им денег. «Дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святой Дух», — попросил он. Очевидно, он понял, что апостолы обладали большей духовной властью, чем его друг Филипп, а посредственностью Шимон не привык быть. Ведь еще совсем недавно он утверждал, что он больше, чем человек. Его звали Великая Сила Божья. То есть он был не второразрядный колдун, он был продвинутый и уважаемый колдун. Поэтому он решил идти по козырю и подружиться не только с Филиппом, а с самыми крутыми парнями. С теми, кто раздает не просто чудеса, а того духа, которым эти чудеса творятся. Подружиться же — это значит установить деловые отношения. Я вам дам денег, а вы мне духовную власть и силу. В общем, вера верой. А жить Шимон продолжал по своим колдовским понятиям. На свое коммерческое предложение он получил такой ответ. «Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой. Ты думаешь, Божий дар можно приобрести за деньги?» ответил Петр. «Нет у тебя в нашем деле ни доли, ни прав. Ведь Бог видит твое испорченное сердце. Раскайся в грехе и моли Господа, чтобы Он простил тебя, что ты это замыслил. Я вижу, ты полон черной зависти и весь в путах греха». Обратите внимание на самую первую фразу. «Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой». Перевод правильный. В греческом там стоит слово «погибнет». То есть Кефа не отправил Шимона на тот свет в грехе, как он это сделал с Ананией и с Апфирой. В пятой главе книги Деяний. Он призвал его раскаяться в грехе и молить Бога о прощении. Но предупреждение было очень ясным. Ты на пути в погибель. В чем же именно состоял его грех? В том, что для него этика стояла на втором месте, а сила и власть на первом. Ценности Бога его не интересовали. Ему нужна была сверхъестественная сила и власть. Цель для него оправдывала средства. И в этом самая суть язычества. Потому что для язычника Бог в первую очередь не личность, с которой можно строить отношения завета в истине, верности, праведности и любви. Для язычника Бог — это в первую очередь источник силы, необходимый для достижения ощутимых результатов. Языческие боги прежде всего в силе, а не в правде. Кто сильнее, тот и прав. Вот языческая логика. Да сохранит нас от нее Господь. Спасибо. Шалом. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова